Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, селекционер-фитопатолог. И сегодняшняя наша встреча посвящена обхождению, уходу за приствольными кругами в саду. Пожалуй, не обходится ни одного прямого эфира, не обходится ни одного года, чтобы мне не задавали этот вопрос. Как стоит поступать с приствольным кругом, особенно у молодых, недавно посаженных растений? Моя точка зрения на этот счет заключается в следующем. Ее поддерживает подавляющее большинство садоводов. Если вы хотите иметь здоровое, хорошо развитое деревце в первые же годы, приствольные круги, первые 3-4 года после посадки необходимо держать чистыми. Почему? Дело в том, что посаженный саженец имеет немножко поврежденную корневую систему. Даже если вы купили растения с закрытой корневой системой в горшке, при посадке, аккуратно расправляя корни, вы что-то повреждаете. А если же это растения с открытой корневой системой, что случается гораздо чаще, то таким деревцам нужно время для восстановления. Им нужно хорошее питание, им нужен равномерный и достаточный полив. Дело в том, что газон, как и многие травы, является очень прожорливым в прямом и переносном смысле слова. Газон, пожалуй, самый прожорливый элемент нашего сада, нашего участка. Трава, которая входит в его состав, она поглощает львиную долю той воды, которую вы льете под дерево, и значительную часть удобрений, которую вы вносите даже с поливом. Поэтому первые 3-4 года, повторюсь, для молодых растений приствольный круг желательно держать чистым. Либо, если это не позволяет ваш ландшафтный дизайн, если вы бережете свой газон, вам следует обеспечить посаженным деревцам дополнительный полив, возможно, в специально проделанные дренажные отверстия в газоне, чтобы вода попадала именно в зону корня обитания. Иначе то, что вы будете лить сверху, все-таки большую часть заберет газон. И вносить удобрения под эти деревья вам придется с расчетом, что часть заберет именно газон. То есть дозу удобрений следует увеличить. В таком случае, к сожалению, не всегда получается ее вносить корректно. Всегда есть риск что-то недодать или передать. Поэтому вернемся к традиционному содержанию приствольных кругов. После того, как вы посадили деревце, полили, примяли почву и замульчировали, подвязав его, вам следует обеспечить этот приствольный круг, его содержание в чистоте. Это поможет вам и хорошо его проливать, и вносить свое время на удобрения, особенно органические, которые по газону вы не внесете. В дальнейшем, когда растение, вы увидите, начало расти активно, восстановило корневую систему, ежеводно дает хороший прирост, порядка полуметра, то это значит, что у него с корнями все в порядке, оно входит в силу, и где-то на 3-4 можно разрешать постепенное задернение приствольной полосы, приствольного круга. Но еще один маленький момент. Дело в том, что очень модно сейчас в приствольных кругах даже взрослых деревьев содержать различные декоративные растения. Для чего это делается? Когда у вас растение уже, дерево большое, когда оно имеет хорошо развитую корневую систему, и газон, и цветы для него уже конкуренции не представляют, можно украсить свой сад таким вот нехитрым образом. А именно, посадив в приствольный круг нетребовательные к уходу, устойчивые однолетние и двулетние, многолетние растения. Что можно посоветовать? Во-первых, всегда советуют сажать в приствольном круге те растения, которые привлекают насекомых и пылители. Это раз. А во-вторых, выделяют различные фитонциды. Это настурции, это бархатцы, это различные сорта календул, это алиссумы. То есть все то, что маленькое, то, что не образует большой корневой системы, и не истощает почву. Это различные виды виол. Это практически все однолетники, которые продаются у нас в садовых центрах, в магазинах и так далее. Из многолетних растений можно рекомендовать те, которые не образуют крупной корневой системы и не отличаются сильным ростом. А также растения эфемеры, эфемероиды. То есть те, которые цветут рано весной до полного разворачивания листьев. А в дальнейшем просто либо уходят под землю, как различные виды диких тюльпанов, нарциссы, мускари. Либо образуют красивый листовой покров и таким образом украшают наш сад именно в тот момент, когда еще очень мало зелени. Можно использовать примулы, можно использовать хосты. А если хосты еще и разнообразны по листовой окраске, можно создавать очень красивые композиции. Папоротники я использовать не советую. Все-таки это растение очень агрессивное, очень высокое, и больше подходит для лесопарков или для парковой зоны, нежели для высадки под плотовыми деревьями. Таким образом, первые 3-4 года мы держим все-таки приствольный круг чистый. Не нужно раскапывать его до неимоверных размеров. Раньше, например, рекомендовали, чтобы приствольный круг по своему диаметру совпадал с проекцией кроны на землю. Ну и представьте, если дерево раскинулось на 2-3 метра, то, соответственно, требовалось и круг раскопать такой же. Сейчас, как оказывается, таких огромных параметров соблюдать не нужно. Достаточно, чтобы приствольный круг возле деревца молодого был в своем диаметре не больше метра. Этого расстояния вполне хватает для того, чтобы вы могли нести туда органику, полить его, чтобы вам не мешало это все перекапывать, тщательно рыхлить почву и вносить мульчу. На 3-4 год допускается постепенное задернение приствольного круга. Можно подсеять газон, можно позволить ему просто наплывать, если у вас естественные газоны. Либо засаживать приствольные круги одна или многолетними, нетребовательными к питанию, к уходу растениями, которые не отличаются агрессивностью и не будут конкурентами для ваших плодовых деревьев. И, конечно, в первую очередь мы сажаем те растения, которые имеют заметный лечебный эффект, особенно бархатцы. Бархатцы знамениты тем, что способны оздоравливать почву от очень опасного вредителя, нематоды. После их отцветания и бархатцев, и ноготков, и прочих можно аккуратненько их выдернуть и положить в приствольный круг, чтобы они послужили мульчой дополнительной, дополнительным утеплением на зимний период. А рано весной убрать окончательно уже почти перегнившие остатки растений, либо перекопать их, особенно это рекомендуется сделать именно с остатками бархатцев, даже после своей гибели они продолжают служить своим хозяевам. И посадить новое растение. Среди садоводов-любителей очень часто вспыхивают споры, нужно ли перекапывать приствольный круг, как его нужно перекапывать, для чего его нужно перекапывать, на какую глубину его нужно перекапывать, и не вредно ли это в целом. Ведь корневая система, особенно у растений, привитых в наклоновые подвои, поверхностная и легко может быть травмированная. Я придерживаюсь того мнения, что приствольный круг все-таки нужно перекапывать, но очень осторожно, особенно в зоне корневой шейки, Там, где больше всего сосредоточено корней у молодого растения. Чем ближе к стволу дерева, тем мельче рыхление почвы. Вплоть до того, что можно ограничиться просто рыхлением поверхностного слоя, не перекапывая. И наоборот, чем дальше от ствола, тем глубже можно перекапывать. Но не нужно перекапывать на полную глубину штыка лопаты. Достаточно рыхления почвы на глубину сантиметров 10-15. При этом, когда мы проводим перекопку, лопату мы ставим радиально к стволу дерева. Таким образом, вы не пересекаете основные корни, которые расходятся именно радиально от дерева. Повреждение отрастающих от них боковых корней не критично. И наоборот, даже еще часто способствует образованию новых обрастающих корешков. При перекопке гораздо легче вносить органику, нежели просто рассыпать ее по поверхности. Ведь перекапывая, вкапывая ее, мы ее помещаем ближе к корням. Она становится более доступной. И органика находится в том состоянии, в той среде, где быстро растворяется и переходит в усвояемую форму для корней. Простое эмульчирование, к сожалению, не дает такого быстрого эффекта, как внесение удобрений при перекопке. Ну и наконец, даже когда мы эмульчируем, просто присыпая приствольный круг торфом, компостом, листовой землей, перекопка помогает его разрыхлить, сделать почву более аэрируемой. Если стоит засушливый период, то рыхление приствольных кругов помогает разрушить капиллярчики, которые образуются в почвенной корке и уменьшает испарение почвенной влаги. Но это все в первую очередь актуально именно для молодых растений. Когда деревья наращивают хорошую корневую систему, то потери влаги для них уже не критичны. Дело в том, что какой еще важный момент при защите от вредителей. Осенью очень многие вредители и их личинки уходят на зимовку. Кто-то остается на деревьях, прячется в трещинках коры, прячется под засохшими листьями, даже делают гнезда, как некоторые там листовертки и шелкопряды, зимуя в них. Но подавляющее большинство спускаются на землю и зимуют в поверхностном слое почвы. Особенно это актуально для различных вредителей ягодных культур, для малинных галлицей, для различных пилильщиков, для плодожорок, для листогрызов, личинки которых и взрослых насекомых, которых гнездятся, извините, зимуют, именно в верхнем слое почвы. Поэтому как важно все-таки своевременно провести перекопку рыхления приствольных полос и кругов деревьев и кустарников. Ее лучше всего проводить тогда, когда по ночам устанавливается уже довольно морозная погода. Минус 3, минус 5. А днем оттепель. Если в это время провести перекопку и оставить на какой-то момент перекопанные вот эти глыбки почвы, обычно насекомые вымерзают. Все-таки в почве им гораздо теплее. То есть перекопка, она помогает еще в какой-то мере сократить количество зимующих в почве вредителей и их личинок. И более того, перекопка делает этих личинок доступным и различным птицам, которые живут в саду, которые регулярно ревизируют ваши посадки, ваши насаждения на предмет наличия чего бы там съесть. Ну и наконец, когда вы провели перекопку, когда вы прорыхлили приствольные круги, когда прошли вот эти вот похолодания с небольшими морозцами, но не критичными, то есть это где-то в ноябрь месяц, или если выдается такая вот затяжная осень, теплая зима, это до начала декабря. После этого желательно приствольные круги разровнять. Кто-то под осень может внести органику, это допускается именно поздней осенью, начало весны. Дело в том, что корни в это время находятся в состоянии покоя, и всасывать они не будут азот из органики. И обязательно приствольные круги замульчировать. Приствольные круги и полосы у плодовых ягодных кустарников. Почему? Если вы засыпите приствольные полосы мульчой толщиной сантиметров 10-15, то вы воспрепятствуете выходу весной и зимовки тем вредителям, которые все-таки в почве остались. Дело в том, что у них даже глубина ухода на зимовку строго генетически регламентирована. И если они оказываются глубже, выйти попросту не могут. У них, извините, все рассчитано, что он может выкапываться сантиметров 10 не больше из-под земли. На большее ему, можно сказать, не хватает сил. Поэтому перекопка в поздний осенний период и обязательное мульчирование после этого приствольных кругов и полосу деревьев различными видами мульчи сыграет вам только на руку и поможет содержать ваш сад и здоровым, и красивым, и плодоносящим долгие-долгие годы. На этом у меня все. Расцветание вам и вашему саду. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok